Продолжение следует... Здесь указано честно. 10 долларов 76 центов. И здесь 4 ручки по 2,69. Что это такие за ручки, дорогие, спросите вы. Но я отвечу, что это уже ставшие известными ручки от компании Xiaomi. Давайте вытащим, посмотрим. Итак, 4 упаковки. Соответственно, 4 ручки. Сразу обращаю ваше внимание на то, как они доставлены. Никакой защиты. Обычный пакетик почтовый. И это большой минус Gearbest, потому что ручки заказывал я, например, на подарок. И многие другие заказывают, как я знаю, на подарки подобные ручки. И хотелось бы получить упаковку в хорошем виде. Но, к сожалению, из-за того, что никакой защиты не предусмотрено, получается, что она, как видите, немножко запачкалась где-то. Где-то немножко помялась. Не очень презентабельный вид. И это очень-очень плохо. За это минус, конечно, Gearbest. Тем не менее, каких-то особых нареканий нет. Да, чуть-чуть помялась кое-где, но именно чуть-чуть. И, в принципе, думаю, можно подарить и в таком виде. Но всё-таки минус. Ну что, давайте выберем самую помявшуюся и грязную. Откроем и посмотрим. Интересно будет посмотреть. Тем более, что цена вызывает некоторые сомнения. Если вы посмотрите на сайте, например... Так, ну ладно. Вскрою группа. Если вы посмотрите на сайте AliExpress, то там эти ручки стоят примерно где-то раза в два дороже. Плюс-минус. Ну, в зависимости от жадности продавцов. Поэтому возникают вопросы. А настоящие ли ручки продаются на Gearbest или подделка? Посмотрим. Настоящие или подделка? Но упаковка очень похожа на оригинальную. Насколько я смотрел по обзорам, очень похожа на оригинальную упаковку. Ладно. Упаковка нам всё-таки не нужна. Вскрываем. Смотрим на саму ручку. Давайте покажу вблизи. Как говорится, делайте выводы сами. Я покажу товар лицом. И уже вам судить, оригинал или подделка. Но, честно говоря, по тем обзорам, которые я видел, всё-таки она больше похожа на оригинал. Так. Ну да. Упаковано точь-точь, как оригинальная. Заглушку убираем сразу же. Ну что, посмотрим, работает ли паста. А вдруг она засохла. Картончик тут такой, конечно, что писать на нём не очень удобно, но пишет, пишет, пишет. Паста не засохла, паста живая. И всё-таки очень интересно посмотреть внутренности, помимо всего прочего. Давайте вскроем. Так. Больше ничего не выходит у нас. Так это выглядит изнутри. Сейчас камера сфокусируется. Но качество обработки неплохое. Аккуратно выполнено. Так, остальное. Фокус. Ну, честно говоря, у меня сомнений нету. Это всё-таки оригинал. Так. Маркировочка покажу. Секунду. Тут дата. Так. Насколько я вижу, третий месяц 2017 года. Паста. Ну, относительно свежая. Пасты, честно сказать, не очень много. А сменные пасты, кто интересовался, стоят очень недёшево. Но, в принципе, я думаю, можно найти замену оригинальным пастам и использовать более привычные, кстати говоря, синие чернила. Кто не понял, здесь чёрные чернила. Ну, не смотрите на то, что они так растираются. Здесь очень картон глянцевый, такой больше на пластик похож, поэтому, конечно, в этот картон паста впитывается чрезвычайно плохо. Ну, давайте достанем обычную бумагу, попробуем, как пишет. Секунду. Итак, я достал обычную бумагу. Давайте посмотрим, как пишет. Вот, видите, всё нормально. Привет, мир. Именно так. И, если писать на обычной бумаге, то уже так не размазывает. Впитывается нормально. Да, в отличие от картона глянцевого. Хотя, насчёт не размазывает. Нет, знаете ли, не размазывает. Качество материала, на котором вы пишете, всё-таки имеет значение. Всё нормально. Вопросов нет. Кстати, некоторые отмечают, что есть небольшой люфт у пасты. Ну, если честно, если дёргать за кончик, то небольшой люфт есть, но при письме он не ощущается. Никак не мешает. И, в принципе, такой же люфт есть на всех ручках. Ну, почти на всех ручках. Тут нет вопросов. Нет вопросов. Писать приятно, удобно. Вопросов нет. А, ещё одну вещь хотел показать. Сама паста изготовлена, как вы видели, по надписи на пасте третьего месяца. Да, то есть у нас январь, февраль, март. Да, то есть в марте. А сама ручка, насколько я понимаю, собрана. Фокус. Уже в пятом месяце 2017 года. То есть в мае. Я это к тому, что Гербест... Я подозревал, что Гербест, возможно, какими-то старыми партиями торгует. Но, похоже, всё не так уж и плохо. Гербест торгует довольно-таки свежими партиями ручек. Просто у него, вероятно, какая-то договорённость. Поэтому они продают по относительно невысокой цене. От 2,5 до 3 долларов. Обычно цена колеблется. Плюс бывают различные акции, скидки и так далее и тому подобное. В принципе, товаром доволен. Кому нравится, прикупить можно. Тем более, скоро приближаются новогодние праздники. Требуются подарки. В том числе и недорогие. Так что приглядитесь. Может быть, кому-нибудь будет интересно. Ссылки будут под видео. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok